Денис, приветствую тебя на очередном совместном видео. Сегодня непростой день по содержанию экономического календаря заседания Европейского Центрального Банка. Кто-то ждет его, ну я точно его жду, потому что фундаменталистом хочу увидеть все-таки слом вот этого трендового движения, который как и локомотив по евро-доллару сейчас развивается, восходящий. И полагаю то, что если у кого-то сейчас шансы есть изменить что-то в настроениях, это точно Европейского Центрального Банка. Но при этом я допускаю, что всегда есть план B, сценарий, при котором то событие, на которое возлагаются самые большие надежды, напротив, провоцирует еще большее ускорение текущего ралли. Хорошо, что есть за чем следить, есть источники вот этой волатильности, потому что чем больше такого рода событий, тем больше движуха на рынке. Это возможности, и мы интересуемся рынками только потому, что эти возможности на них появляются. Давай тогда поговорим о том, что мы рекомендовали в прошлый раз, и непосредственно перейдем к тем идеям, которые нам кажутся выгодными, интересными вот уже на текущий момент. Тогда к демонстрации экрана. Так, в прошлый раз, Денис, мы с тобой делали акцент на европейскую валюту, говорили о том, что тренд мощнейший, я думаю, что отрицательно не нужно. Какой битайфорем мы сейчас не построили, мы увидим то, что рост действительно дикий просто. И вот буквально только лишь вчерашняя торговая сессия, это не большая коррекция, она, правда, сейчас продолжается после вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь зеленых свечей подряд. Сегодня я предлагаю… А, кстати, в прошлый раз была сделка Buy Limit с уровня 1.11, мы до него так и не достигли. Собственно, как только мы с тобой закончили, наш совместный мини-вебинарчик «Рост» продолжился, и евро достиг локального максимума 1.1257. Сегодня я снова предлагаю взглянуть на то, что происходит на евро-долларе, и допустить, что текущее заседание Европейского Центрального Банка после какого-то серьезного всплеска волатильности может привести к тому, что на рынке евро-валюты все-таки зародится какое-то подобие нисходящего тренда через усиление вот текущей коррекции. Как я предлагаю действовать? Я предлагаю поставить отложку целый лимит с уровня 1.13. Почему я допускаю, что рост еще может произойти? Потому что делался акцент на индикатор рыночных настроений, который оценивает именно позиции продавцов и покупателей. Сейчас этот индикатор по значениям точно такой же, как в момент нашего с тобой прошлого видео. 70-30, даже 72, по-моему, процента продажи, 28, соответственно, в покупке. То есть, опять же, логика точно такая же, что и раньше. Рынок идет по пути на меньшего сопротивления, не дает заработать всем и будет, пока не изменится вот этот настрой, двигаться против толпы. Европейский центральный банк – это серьезный повод и инфоповод для рынка евро. И я допускаю, что этот инфоповод может стать как раз катализатором окончательного всплеска волатильности, благодаря которому сработает вот эта отложка и настроения начнут меняться. Ну, не думаю, что те, кто сидит в продажах, сможет пересидеть еще большую просадку, чем, например, когда евро идет выше отметки 1.13, потому что, судя по всему, продают евро очень давно, там, с уровней 1.05 или чуть повыше. Ну, конечно же, движение уже было сверхмощное. Сегодня по решениям ЕЦБ, скорее всего, будут анонсированы новые меры стимулирования, увеличение программы количественного смягчения и, возможно, даже снижение ставки по депозитам. Поэтому первичная реакция классически на любое решение, оно может быть конвертировано в рост европейской валюты и уже к концу торговой сессии, либо ближе к концу недели, все-таки восходящий ралли может закончиться. Поэтому сделка, друзья, sell limit 1.13, stop loss можно поставить на уровень 1.1360 или 1.1370, ну и ожидать уже снижения в районе отметки 1.10. Что касается второй идеи, это индекс S&P, тоже была отложка sell stop с уровня 30.30, мы до нее также не достигли и отработался сценарий альтернативный, когда рост этого актива продолжился. И действительно на всем том негативе, который обозначали мы, от протестов до проблем с отношениями США и Китая, все это сейчас переваривается рынком, фактически трейдеры плюют на этот негативный фон и продолжают расти. Я в рынок рекомендую пока фондовый не лезть, не сработала атошка и, в принципе, сейчас какой-то активности торговой лучше не предпринимать. Ну, не вижу я уж тем более фундаментальных предпосылок для входа в позицию. Сегодня, помимо евро, предлагаю обратить внимание на динамику пары доллар-канадец. Сейчас мы отобщимся рядом с уровнем мощной поддержки 1.35, фактически котировки 1.3503. Я предлагаю, с учетом того, что на рынке нефти сейчас развивается, собственно, коррекционная динамика, поставить на снижение канадца против доллара. То есть допустить то, что пара доллар-канадец будет расти. В качестве стоп-лосса можно поставить уровень 1.3450, а что касается тейк-профита, ну, пока не будем ограничивать. Это движение в район 1.38, 1.39. Вчера было заседание Банка Канады. Решение, как и ожидалось, ставка прежняя 0.25. И по риторике, ну, единственное, что можно было уловить, это готовность канадского регулятора вмешиваться в текущую ситуацию при ухудшении отчетов, увеличивать программу количественного смягчения. Ну, в целом, хочу сказать то, что какой бы мы сейчас фон по канадцу в плане статистики не проанализировали, он будет иметь тростепенное значение для него, потому что основным определяющим фактором для канадца остается нефть. И пока по рынку нефти идет коррекция, пока мы видим снижение Brent и WTI, я все-таки рекомендую использовать ее для такого же восходящего движения, точнее, для коррекции по паре доллар-канадца. Денис, на этой ноте тебе передаю слово. Так, отлично, меня уже должно быть видно. Значит, я с тобой, на самом деле, соглашусь. По евро, как раз на прошлых рекомендациях, у нас цена была на тот момент, вот с начала недельки было, и вот здесь находилась нота. У меня продажи отсюда как раз висели с верхушки, планировал прогуляться на коррекцию и хорошенько закупиться. Но, увы, коррекцию так и не дали, поэтому в итоге закрылся просто по нулю, то есть по безубытству здесь выбило и прошло к следующей зоне. И вот здесь я снова-таки продал, сделка была достаточно рисковая, она была в ночь со вчера на сегодня, продажа была на уровне 1.12.50, у меня есть такая вот маленькая чисел кратных пяти, мне просто гораздо легче риски считать, когда число кратное пяти математически легче высчитывается. Также, ну, естественно, нет причин, а здесь на самом деле причин достаточно много. Во-первых, здесь по порядку. Маржинальная зона – раз. Затем стратегический уровень сопротивления, вот он где находится, два. Я как раз ожидал его ложный пробой. Затем наличие, сейчас я покажу, вот такая вот совмещенная так называемая зона продавцов. Еще один фактор. Плюс к этому у нас еще есть полграницы рынка, вот они все разбросаны, месячные, текущий месяц, следующий месяц экспирация у нас, тем более уже на носу, вот в пятницу будет проходить неделя, следующая неделя, то есть все это сосредоточение сильного объема у нас находится как раз в этой области и немного выше. Но я, опять-таки, склоняюсь к вариантам, что все-таки я всегда торгую, основываясь на том, что цена подходит к какому-либо значимому уровню, и от него уже, соответственно, должна дать реакцию. Поэтому здесь подход к уровню был, на вот этом промежутке я ничего не рассматривал, потому что за движение порядка 100 пунктов, не за что было зацепиться. И, наконец, сейчас появилось, за что зацепиться. Подал сейчас на небольшом плюсе, но я склоняюсь к варианту, что как минимум к этой зоне цена придет 1.11.40. Это вот самая ближайшая зона. От нее, ну, такое, 50 на 50, будет, не будет, сколько пока сложно сказать, а вот нижняя зона, она гораздо более сильная. Вот там, где в районе 1.09.90, 1.10.35, вот отсюда я точно буду покупать. Поэтому в идеале, конечно, хотелось порядка 200 пунктов вытащить на этой сделке, но посмотрим, когда стреляем. В крайнем случае буду фиксировать кусочек здесь и дальше уже смотреть по реакции, по факту. То есть, может, кульминацию какую-то дадут при падении или еще что-нибудь. Но в целом стратегические цели я выставляю к уровню 1.14. То есть, я считаю, что здесь у нас будет стратегическая цель для роста. Ну и, соответственно, можно будет классно туда прогуляться. Но, опять-таки, хочется с коррекцией, потому что покупать в районе близлежащих уровней, ну, мне, например, я так не работаю, мне с позиции рисков это, ну, некомфортно, не люблю я этого делать. Но когда более-менее глубокие коррекции, которые чаще всего на рынке происходят, это уже другое дело, поэтому мне это здесь больше нравится. Поэтому буду смотреть вот от этой зоны для начала. А сейчас пока на коррекцию целюсь. Что касается канадского доллара, Канада у меня в покупках вот 1.35 находится, и она, собственно, мне еще со вчера здесь была. Вот. Ситуация, ну, я бы не сказал, что сильно прямо уж сложная. Дело в том, что у нас есть здесь достаточно хорошая поддержка, то есть есть и маржинальная зона, есть и нижняя граница расширенного торгового канала. Вот так он выглядит, вот можно его посмотреть. То есть угол наклона был взят по данным экстремумам и также перенесен на самую последнюю точку, то есть откуда возможно делать расширение. Вот. Поэтому, в принципе, вот при таком раскладе, я думаю, что еще могут попытаться пробиться пониже. Плюс ко всему, есть еще такое понятие, как сквозная трендовая линия. Я ее сейчас нарисую. Это трендовая линия поддержки. Одна из ее разновидностей. Вот сейчас я покажу, как она выглядит. Сейчас, секундочку. Вот в таком виде как раз будет. И, как мы видим, точка их взаимного пересечения, то есть и канал, и трендовая сквозная поддержка, они очень неплохо себя проявляют. То есть цена как бы не уходит ниже. При этом тоже обратим внимание на объем. У нас объем был 3-го числа, то есть вчера достаточно крупный, причем на протяжении полностью всего падения. Вопрос в том, что это был за объем. То есть либо же по факту откупнуть, потому что здесь у нас достаточно крупная, положительная дельта присутствует. Чаще всего это означает, сейчас покажу с позиции кумулятивы, что цена в основном обновляет минимум, но если происходит флетовое движение без обновления минимума, эта штука называется разворот кумулятивный свинг, и тогда движение происходит весьма мощное, причем к стратегическим зонам. А стратегическую зону я сейчас считаю, это уровень 1.37. И плюс к этому еще и нижние границы, путь границы рынка у нас тоже. Вот они рядышком находятся все. Месячная граница, недельные границы, все они вот здесь находятся. Причем они на протяжении недели постоянно спускались. То есть все ниже, ниже и ниже. Соответственно, сейчас они достаточно дорогие, ну уже нет смысла даже в них покупать, точнее, путь. Поэтому я все-таки с текущих плюс-минус может чуть-чуть попробовать продырявить пониже, но в целом все-таки, да, как ты уже и сказал, растущее такое движение, но я его оцениваю как коррекция. Я считаю, что движение вверх будет коррекционным. В районе 1.37-1.37.40 буду снова смотреть сделки на продажу. Вот такое мое мнение по канадскому доллару. Денис, ну что ж, большое тебе спасибо тогда за комментарий, соответственно. Будем следить уже за развитием событий, посмотрим, как рынок отреагирует на сегодняшнее заседание ЦБ. Завтра еще тоже не менее значимый инфоповод. Это Non-Farm Parals, хотя уже сколько раз подмечался факт того, что Non-Farm уже не те, что несколько лет назад. Вертолеты, так называемые. Вверх, и вниз, и никуда. Ну да, да. Ну, в любом случае, посмотрим, как поведет себя рынок. Возможно, что-то интересное уже сложится к началу следующей недели, когда мы с тобой увидимся уже, получается, во вторник. И помимо этого будут, я уверен, еще возможности, которые мы также вместе с тобой с большим удовольствием поговорим. Спасибо тебе, Денис. Тогда до встречи и хорошего закрытия недели. Тебе тоже отличного закрытия недели. Тем, кто нас будет смотреть, тоже, ребята, торгуйте. Осторожно, аккуратно, соблюдайте риски и прибыль на всем окончании торговой недели. До встречи во вторник. Пока-пока.